Архитектурный перформанс. Москва. 2011. 20 лет. 11 историй. Основатель города Юрий Долгорукий. Площадь 1091 км2. Население 11 551 930 человек на 2011 год. Плотность 10 588 человек на км2. Каждую минуту с утра просыпается 47 025 мисквичей. В течение дня в среднем каждую минуту в метро входит 5 633 человека. Наземный транспорт 6 5 человек. Изначально это здание, которое заходит сзади меня, из него выходили гусары во время парада. Это самое красивое в Европе для моего года. Мне нравится Тверская улица. Еще люблю коммерческий перевод. Что очень не оригинально, конечно. Здесь действительно ощущается дух Москвы. Тут находится Макдак. Это главное. Должна быть возведена, я думаю, новая гостиница, возможно. Какой-нибудь торговый центр до 100% построит. Прозрачный. Ладно, не бутики вот эти вот дорогие, а именно для простого народа торговые ряды. Как знать, может разрушив самую большую гостиницу, нам стоит сохранить самую большую рекламу. За фактически 4 месяца возник этот кластер сотрудничества художников и дизайнеров, которые каждые 2 недели импотировали публику тем, что называется современное искусство. В некоторых цехах валялись бракованные плитки шоколада. Это такие вот огромные куски шоколада, то есть весом там 10-20 килограмм. Хорошие места должны быть для людей, а не для шоколадок. Здесь вместо театра клуб «Прайд», вместо, я не знаю, библиотеки клуб «Глазовый», вместо синематеки какой-нибудь частный домик под бедром, где нюхают коксы и трахают прескидут. Божественно красиво, но безбожно дорого. Вот на месте этого детского сада был пруд. Мы здесь рыбу ловили. Стария о Биберево. После Хрущевского ручка в 1956, концепт микрорайон был отчетом как фундаментальный университет для планирования урбанной экспансии. Опасно повсюду жить. Вот мою жену позавчера чуть не убили. Самый дешевый товар был на черкесовском рынке. Территория, это, конечно, огромное. Ее можно сравнить с территорией Монако. Два или три птица. Потом секретарь, потом секретарь, потом секреты, потом двери, потом секретарь, потом секретарь, потом секретарь на 24-часа патрол. Москва, это бомжи. Москва, это иммигранты. Это люди, шум, духота, пробки. И мне бы хотелось, чтобы постепенно этот город стал городом для жизни. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин